Пошли-пошли нам на английский. У Кости сегодня какое-то занятие я нашла в Квантариуме. И успела даже завести. А сейчас Дима и на английский. Да, Димуль? Бегом-бегом. Мы бежим, торопимся. Вот наша грязная машина. Понятно? Видишь здесь возвышенности, всякие препятствия для ународоходов. Да, от кратера. Мам, у меня предстоит его оформлять, так что и узнаем. Ну хотя бы тема какая. Тема хотя бы какая. Пошли. Дим, ты куда пойдешь? Тема неформулирующая тема. А, то есть ты должен сам придумать ну хотя бы направление. Мам, это все направления. То есть направление у мысли еще на самом деле. Да. На старт. Внимание. Перемешивай. Интересно. Смешиваем. Прикольный снег. Правда, снег похож? Да. Такой прикольный получился. Я вообще не ожидала. Интересно. Смотрите, как его много. Из такого пакетика маленького. Увеличивается в объеме. Вот. Есть запах немножко. Да, Дим? Да. Мы сейчас выложим сливки взбитые и потом уже размажем. Ну, получилось у нас взбить сливки? накупила еды ой теперь я домой какая-то из понедельник начинается я соберу конечно влог который у меня чуть-чуть поснимался но ребята вы знаете какая-то ленивая то есть у меня вся эта неделя я ленивая на монтаж на съемки то есть я приехал после встречи одноклассников и я не могу себя вот собрать в этом плане но зато я сделал большую вещь я практически доделала книгу я не рассказывал никогда об этом но я ее практически доделала то есть вот мне осталось я сейчас приеду и я ее доделаю стопудов то есть из-за того что я немножечко сдвинулась со съемками и монтажом и пропустила одну тему на ну один день на канале тани мотани у меня три раза выходит а это вышло только два видео но зато я сделал такой рывок и прям я очень довольна очень довольна мы с димой написали книг димина идея которую я записала там два таких рассказа связаны друг за другом и мы уже придумали продолжение просто записывать не успевает ну вот теперь вопрос издательством будем искать издательство чтобы нам ну я не знаю я надеюсь потому что я уже там в 3 в 4 издательства отправляла свои стихи и предыдущие рассказы но они не такие это вот я надеюсь зацепит кого-то и я ее буду прям не стесняясь отправлять вообще вообще везде то есть прям вот стоят издательства вообще какие только могут быть чтобы откликнулись и мы ее сами сценистрировали то есть сами немножко ну не для того чтобы это вошло в книгу смотрите это хороший знак вот начался колокольный звон может все таки все удастся в меня так вот не для того чтобы а для того чтобы вообще она была не пустая не пустой текст ну вот мы сами нарисовали с димой рисунки раскрасили их в общем я их отсканировала немножко под ретушировала на компьютере и если я сегодня распечатаю то я вам ее чуть-чуть покажу краешек так красиво сейчас вечер мы бежим-бежим у нас сегодня спектакль культурный вечер так а 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 ну давай поехали начинай писать сейчас а а а а например 35 впечатления не если а легко так очень быстро возможно мааааак аккуратно и получается писать дядки и аккуратно нормально понравилось хорошо понравится не корябается пишет меня но только была в 100 у тебя с этим механизмом получается да кости взялся за головоломку опять а ты то есть прошлый раз разобрал и это не помнишь да как заново то есть ее каждый раз можно увеличивая время что-то слушай сейчас а я сейчас максов максов тоже по каком круг а не помню по многократно у тебя 22 22 красивая ручка да так ну поехали дальше писать одна клетка вверх однако у нас контраст такой получается как будто ночь ну что расскажи мне как тебе ручка отличная тебе понравилось да никаких у нас вопросов не было ни вправо не влево держать ее удобно да она она вон как с каким держателем но нужно сильное чтобы она что она отсоединить но это и хорошо а колпачок только да на ручка хорошая трехгранная очень удобно держать что почти как карандаш только чернила я еще не договорил но это хорошо что у нее тяжелее что наверное чернила чтобы не потерялась да чернила легко застывает а то есть ты такой вывод она нам хорошо спасибо 17 17 номер так ну давай пробуем конечно дадим среда то вот смотрите ребятки мин так вроде должна была может быть она конечно и распишется но видите нам вот эти пустые клетки она нарисовала эта ручка дадим приходится второй раз обводить нет это ручка хотя вот она тонко хорошо пишет но шкрябает нет нет дима это ручка номер какой 23 номер ручки 23 ну давай димулечка внимательно да у нас диагонали нам сложно даются нам понравилось но вот эту вот рисовали три раза в результате нарисовали кривую да потому что вот почему-то в эту сторону она не хотела писать а тут хочет да тут вот нет я наверно слишком сильно передавил не надо вот это вот передавил у ребенка в первом классе не должно быть таких напрягов передавил хуже то есть вот это хуже чем это вот понятно ну все я у обе убираю на самые рисуем петельки не нажимаем с легкостью он как бабочка парит у нас да птичка я птичка я птичка рисую молодец рисуем птичку птичка милечку птичка милечку птичку я сказал птичку так подальше от края оп петелька раз оп петелька два ну мне кажется это нужно было сверху видишь здесь игра которая пиратов здесь ставить карибский шторм настольная игра да а вот смотри какой настольный пчелка в улье видишь это умная игра или вот котенок на стройке видишь тут что-то строить улетный прыгун колечки вот так вот что-то собирать башня смотри какая-то дальше такой вот мячик смотри какой он интересный может мячик интересный так такой какой-то у нас есть уже метки выстрел смотри здесь как футбол выстреливают вот этим так снайперская мишень очень глаза разбегаются на самом деле да ну здесь вот всякие детские дим игрушки а чем они пуляются и где-то собрался ими пулять нигде нигде но вообще можно конечно они не такие мелкие глаз не выбежь ими этими пулящими часами да такое же у нас есть лук тоже касса у нас есть какой-то производитель мороженого то более такие уже игрушки вот такая вот наподобие у тебя есть да только крутить головоломка это ой какая кухня прикольная маленькая но хорошая такая интересная ждешь самое главное что ты ее ни разу не знаешь да но ждешь сейчас толпа пройдет и я думаю что она выскочит ну что-то все вышли не потерялась что ли она там где самая последняя что ли наверняка она так и нету вот она самая последняя я уже волнуюсь чем яси я пока снимаю пока оставила флешку обедать налила ей суп а сама убежала за костью в школу флешка ты смешная ты смешная я думаю что твой канал популярный потому что ты все делаешь искренне искренне всему удивляешься в общем конечно все будете на ее канале смотри чего она удивляется но она удивляет меня своими эмоциями и рядом с ней вот кто не пришел на встречу я думаю вы пожалеете потому что от таких людей только энергия обязательно нужно с не встречаться лично и мне повезло и я знаю зачем она сюда приехала потому что она не всем говорила но я не расскажу она сама расскажет все я могила ждем сейчас кости у нас еще мы не знаю чем сегодня будем заниматься черти чем а не успела снять как ты снимаешь это смотрится на самом деле турист в королеве снимает наш гелью все выходит ты мокрая макрючка макрючка мы сегодня нашлились нагулялись цифин дать тестирую мне очень нравится и так светло да слушай классно у меня от не регулируется свет на камере а здесь очень просто то есть здесь ты не и со выставляешь но это конечно и со выставляешь просто здесь и со выставлять вот прям очень мгновенно да вот давай вешали покручу его во время съемки даже можно видеть видишь ты сразу меняешь себе красота ты что ты хочешь с нами поиграть и папе как всегда достается синий ну ну как ты его нашел блин я следующая что ну блин все просто я все жду что она упадет ну а вот тут еще ага давай давай какой ну рукой же надо да ну угу ух может не выходит выходит м ищем музыку это музыка 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 а зачем тебе там что видеть это челлендж чтобы слышать я себя в порядок приведу пока музыку выбираешь мы не стали кстати делать к этому про пожарных ничего участвовать смотрите как классно сделали блокад стенд пожарный щит все свои фантазии здесь прям целая машина и кошкин дом прикольно классно здравствуйте взрослые здравствуйте отмечаем важный государственный праздник день защитника отечества а 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 Допустим, не делится. То и другое сделай так, чтобы не делится. Правда? То есть это все будет взаимосвязано? Да. Действие одного связано с действием другого. Да. Теперь я твою мысль поняла. Пошли. Интересно? Угу. Интересно. Той. Я сам додумался, я же помню. Докон. Докон Артурникова правды. Я сказал, что когда-нибудь, вот я всю жизнь мечтал моих космонавтов, что первым моим кораблем будет американский корабль не отечественный, я бы никогда этому не поверил. Что-то так сложилось. Был у меня такой опыт, я ввел передачу на телевидении, и первый человек, который пригласил на передачу, это был Майкл Финкс, с которым мы были в одном экипажном дублирующем, как при пожаре происходит разгерметизация. Что бы вы сделали, чтобы... Вот вы конструкторы космического корабля. Да? Представь. Ты начинаешь думать. Ты уже понимаешь, что в корабле может быть пожар. Да? И ты понимаешь, что... Да, есть огнетушитель, пожар маленький. Огнетушители тоже есть. Не потух. Пожар неуправляемый. Надо разгерметизировать. Ты находишься в вакуле. Что бы вы сделали в конструкцию корабля? Спросим экспорта. Да там в корабле клапаны просто есть. Иди садись сюда. Давай, давай, давай. Давай, давай. Клапан. Клапан. Который можно открыть. Тогда вопрос к нему. Ты приз получил. На приз не рассчитывай. Их у меня мало. Скажи, пожалуйста, а клапан где должен быть? Прямо перед тобой? Или где-то? И если он перед тобой не получается, потому что перед тобой органы управления. Какой он должен быть в клапане? Тут есть механические, электрические. Какой бы ты поставил? Автоматически. А она нечаянно автоматически выпустит весь воздух. Это без капатора. Автоматически нельзя. Электрически. Для того, чтобы какой-то команда его открыть. А скажи, пожалуйста, команда, вот кнопка на открытие клапана. Ну, она виртуальная может быть, может одна, да? Вот я ее нажал, клапан открылся. Так должно действовать? Скорее всего. Обращаемся ко второму экскурту. Потому что если какая-то вещь вдруг упадет что-то туда и опять откроется. В космосе может мне еще упасть? У нас все равно плавает. Полетит! Полетит! Нечаянно заделит. Правильно. Значит, есть такое понятие. Вы же что-то создавать будете? Что-то, что препятствует моментальному исполнению. Это называется, как вы думаете, как называется? Давайте технически, а? Придохранитель. Блокировка кнопки. То есть кнопку нужно разблокировать. Это может быть механическая крышечка, например. какая-то, да? Либо виртуально она запитывается другой командой. Факел там горелого? В открытом космосе. Задаю вопрос всем вам. Факел олимпийский в космосе был. Да. Я его возвращал. Как вы думаете, горел он или нет? Нет, нет. Почему? Почему? Нет, нет. Почему? Нет кислорода. Нет кислорода. Говори. Нет. Нет, внутри. Скажи, а там же может быть газ. Громко говори. Там же может быть газ. Загорает много кислорода. Молодец. Загорает много кислорода. Хорошо, тогда такой вопрос в начале. Про факел мы заканчиваем, да? Горел или не горел? Нет. Почему? Да. Потому что нет цели безопасности. Любая экстрама может привести к... Безопасность. Понятно? Вопрос. Умыли вас? Нет. Цель от безопасности. А может предмет гореть в воздухе, в космосе? Нет. Газ. А звезды горят. Газ. Конечно, на станции. Иначе бы у нас не было таких противопожарных... Все может гореть. ...душителей и всего остального на станции. Гореть может. Вопрос. Берем спичку. Зажигаем. Зажигаем. И смотрим. Ну, не будем говорить. Вот я честно скажу, я в детстве баловался. И зажигая спичку, брали с другого конца, чтобы она до конца догорела. Вот представьте себе такую ситуацию. Я и вы. Вам нельзя же, правильно, друзья? Умные люди. Я зажигаю спичку в космосе. Вот она горит. Что с ней произойдет? Она потухнет. Она не зажгнет. Она не зажгнет. Горит в другую сторону. Так. Горит быстрее. Горит быстрее. Дальше. Горит она дальше. Спичка догорает до конца или нет? Она не может. Поэтому он не загорает. Если да, то почему, если нету, то почему? А огонь... Справа заходится в невесомости без топлива огонь. Спичка? Спичка. Спичка, спичка. Я зажег спичку, да. Огонь не может гореть без воздуха. Без кислорода. А как мы там живем? Чем мы там дышим? На МКС дело происходит. Да. На МКС, да. Ну нельзя зажигать спичку на станции. Нельзя зажигать, мы уже говорили. А Макс бы сразу сказал. Но я плохой мальчик. Я ее зажег. А вас не пустят. Я ее зажег. Что произойдет? Бабах. Еще раз. Давай-давай-давай-давай-давай, раскручивай. Очень близко. Очень. Давай, докручивай. Очень-очень. Это связано именно с тягательностью. Думай, что происходит. Давай, я подсказку даю. Все молчат. Я вытаскиваю, я подсказку даю. Какой-то интересный вопрос задал. Что вы не знаете пригорения? Углекислый газ. Еще раз. Углекислый газ. Что происходит на земле с углекислым газом? Он улетает. Растение. Растение было. Он улетает. Воздействием силой тяготения. Углекислый газ тяжелее. Кислорода. Поэтому он упрекается вниз. А что происходит в невесомости? Он остается на месте, вокруг него и спичка потом тухнет. Вокруг. Да? И что произойдет с пламенем? Потухнет. Нет. Потухнет. Да? Точно? Ну, первые девушки, можно приз? Да? Спрашивай, Дим. Ну, спрашивай. Где готовят космонавтов? В Звездном городке. Центр называется подготовки космонавтов. А в каком возрасте, спросите? Ну, надо закончить университет. Раньше никак. Три года отработать на предприятии. И только после этого можно попробовать написать заявление. Все? Понял? Я пробую сейчас, смонтирую видео. Сейчас я вам покажу. Пол первого, да? Угу. Ночи. Так вот, просто я поняла, что невозможно все понять. Я все сделала и смотрю, думаю, вот это у меня влог получается. Это все было за два дня. За два дня. Это кошмар. В общем, мы с утра пообщались к стоматологу. Мне с утра звонит флешка. У нее отменились ее планы. Она приехала в Москву. Это блогер. Мы с ней очень давно дружим. Я считаю, что прям очень хорошие друзья. На расстоянии через социальные сети. И она устраивала встречу накануне. Я не смогла приехать. Потому что у меня вот такая вот беготня. У нее отменяются дела. Я говорю, я не могу. Давай ты ко мне. И она ко мне не приехала. Потому что у нее, ну реально, даже если ты в Москве, ты должен запланировать какие-то мероприятия. Просто так с бухты барахты сложно понять, куда податься. И она ко мне приехала. И я с ребенком. У меня запись к стоматологу. Я бегу к стоматологу. Пока сижу в очереди. Я с ней созваниваюсь. Объясняю ей, где вокзал. На какую его станцию метро. Как входить в электричку она не могла найти. Вот. Все. Только зашли к стоматологу. Там быстро сделали. Я выхожу. Он опять мне звонит. Прямо. У меня день был расписан посекундно. Не то, что поминутно. А посекундно. Вот так. Вот. Я, значит, еду на светофоре, останавливаюсь, как только красный свет. И она мне звонит. Понимаете? То есть вот прям в щелочку в какую-то вот у меня был вот такой вот день. Выместись в щелку. Чтобы все получилось. Так вот. И мы... Я пока... Ребенку же мне нужно после стоматолога. Он же герой. Мне нужен ему подарок. Я пока... Думаю, сейчас пока она в электричке доедет, я подарок куплю. Мы зашли в фикс прайс. Выбрали ему подарок. Поехали на станцию. Забрали ее. Приехали домой. И я ее оставила. Накормила. Налила ей суп и уехала. Потому что мне нужно старшего со школы было забрать. Потому что нам нужно все, когда нужно успеть. Я редко его сейчас забираю. Он уже сам добирается. Но именно в этот день мне нужно было. Приехали. Значит, уроки какие-то начали делать. Поехали в Пифагорку. Пока мои дети там занимались на занятиях, мы с ней пошли по магазинам. Там Гелиус она как раз снимала. Приехали домой. Наконец, вся в порядок. Там как-то, наверное, ну, с поезда. Представляете? И мы до позднего играли в настольные игры. Утром встали. Я бегом в садик ребенка отвезла. Вернулась обратно. Я говорю, у нас есть время. И мы сняли челлендж. Мы вышли. То есть, нажали на кнопку, когда отсняли челлендж, оделись и пошли провожать. Я ее в электричку посадила. Подходим к станции. Там электричка в 21 минуту, а на часах 20 минут. Мы быстро билет купили. Представляете? Она, значит, в эту электричку села. А я побежала утренник принимать. У нас 23 февраля. Утренник сняла. Приехала домой. А, еще за Костей съездила. Приехала домой. Потом мы поехали в Квантариум. Там встреча с космонавтом. Это все за два дня. Я вот вообще в таком сумасшедшем ритме. Ну, я живу, конечно, в ритме. Но в таком, как в эти дни, когда у меня... Каждая секунда была вообще вот просто вот так вот. Еще приготовить нужно было там еще что-то. Ну, какие-то вот параллельные дела. В общем, я выдохла. И это было вчера. А сегодня примерно такой же день. Ну, а я об этом расскажу уже завтра. Потому что... В общем, все. Выдохни, бобер. Всем спокойной ночи. Я пошла вставить. Я сейчас вставлю вот этот вот блок в конце. В самом. Влог готовлю. Потому что я лучше его сегодня опубликую. Потому что завтра мне опять... А у нас еще планы. В общем... Куй пока горячо. Она быстрая. Так что у нас тетушка Поговорка. Поговорить люблю. Это правда. Здравствуйте, ребятки. А я тетушка Небыринца. Я тоже к вам примчалась из 39-го царства в своих сапогах с тароходом, чтобы с вами познакомиться. А в гости мы к вам пришли, чтобы вспомнить вместе наше русское устное народное творчество. Мы к вам пришли, короб пословиц, да поговорок принесли. А вы нас слушайте, да на уст наматывайте. Ой, да ты говоришь на уст. Какой же у детей шепку. Ты говори, да не сговаривайся. Ой, а ты к словам моим не цепляйся. Из одних слов шубу не сошьешь. Ой, сестрецу, ну хватит вам спорить. Лучше давайте с ребятами познакомимся. И расскажем о себе. Ой, опять ты права. Доброе слово железные ворота отопрет. Доброе слово лучше мягкого пирога. Доброе слово сказать. Как дождик среди пустыни. А давайте, подружки мои, и мы присядем. Давайте. А детишки наши добрые слова любят? Да. Доброе слово. Это как хлебушек. Красивые ты какие нарядные. Во что же твои оделись? Платье руссконародное. Да? Руссконародные костюмы. У девочек сарафан. Да ленты яркие. А мальчики у нас какие в рубашках, в каких расшитых. Да в карлузах красивых. Так, ну что ж. О себе поведать не худо. Пословица. Это детушки мои. Мудрость народная. Веками русский народ сочинял и копил пословицы. Потому как на все свое мнение имел. А но ведь как? Пословица не мимо молвится. Да и всякая речь красна пословицей. Вы, деточки мои, пословицы запоминайте. Да где надо, применяйте. А поговорки-то поговорки. Они хоть и короче. Пословиц бывают, да мудростью не уступают. А еще и посмеяться можно над собой, да кружочком. Главное, по-доброму. А я, тетушка небылица, тоже рада с вами познакомиться. Небылица бывает разное. То стишками смешными, то рассказ какой смешной расскажу. Только за животики держитесь. Вот какая я забавница. Небылица все быть может. Да? Весь мир вверх ногами переворачивается. Одно только небылице запрещено. Быть неряхой, не складухой. Все слова небыличные. Аккуратненько. Друг к дружке выгнаны. Строчки подобраны. И звучит красиво. И запоминается быстро. Как бусинки на бусах. Одна-дна. Ну что ж, дедушки, а вы много ли знаете пословиц? Да. А вот что у нас в народе про хорошего человека говорят? Пословицы. Ну, кто знает пословицу про хорошего человека? Один по всех и все за одного. Так, это про дружбу, хорошего. Не тот хороший, кто лицом пригодит, а тот хороший. Правильно. То для дела, Гош. А еще? Видно. Так выглядит, а он вперед пригодится. Точно. Хорошо. Умно не тот, кто много знает, а он не тот, кто много говорит, а тот умно, кто много не знает. Молодец. Хорошие пословицы. Так, дедушка, поговорка? Пословицы-то хороши, а поговорки-то веселее. Вот встретился вам человек, с лица не душ может быть, не сразу и красивый, а главное душу рассмотреть. И поговорки об этом одна за другой говорили. С лица-то воду не пить. Мудрость какая, пироги не печь. Надо в душу заглянуть. А вы, подаворки, знаете, поговориваете? Конечно, знаю. Какому разуму вы нас научите? Что? Что не сказать? Одна девочка. Одна девочка рыбая, да зато дорогая. Одна девочка рыбая, да зато дорогая. Девочка, скажи поговорку свою. Ему. 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 Ну? Поговорку поговаривайте. Не по виду суди, а по делам глядим. Вот так. Да, хороша поговорка. Ты чай-то одешь, ты уважай, помни. Молодец. И то верно. А еще есть, знаете, какая поговорка? Двигайся больше, проживешь дольше. Это правда. А давайте-ка мы сейчас в хоровод встанем, да игру развеселую заведем. Ну, встаем. Что купил ты, Иванушка? Да игру встанем, да игру встанем, да игру встанем, да игру встанем, да игру встанем. Лошадь села, села, ела, села, ела, лошадь села, села, а мужик овез, лошадь села в сане, а мужик повез. Бывает такой ребят? Нет. Что это называется? Это небылица. А кто мне расскажет, кто же небылицу? Знаете небылицы? Нет. Знаю, знаю. Знаю, конечно. Алиса и Ульяна. Выходите к нам, выходите сюда. Расскажите небылицу, смотри, ребят, не громко. Сюда, идите. Ай, там, вы поближе, по голосу сборки, посмотрим на всех. Катя, Катя, Катюха, Ася, Дуала, Петуха, 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 Зажал, на Балдар побежал. Ай, такой, такой, такой. На горе, в стилях, слезы капут в стуки, под горошкой с коровы надевает сапоги. Сапоги надевает, вот небылица мечтает. Спасибо, девица, спасибо. А еще бывают сказки докучные. Вы докучные сказки, как небылица, знаете? Да. Да. А мне? Да. Докучные какие, докучные, докучные. Кучные. Надоедливые? Да. Кучные. Надоедливые. Одно и то же. Ну, знают же ведь кто-то? Знает. Кто-то знает. Алина и Алина сейчас расскажут. Шла я как-то через мост. Под мостом ворона мог. Взяла ворону я за ход. То есть ворону я за ход. Пусть ворона мокнет. Шла ей. Шла опять через мост. Под мостом ворона мокнет. Взяла ворону за хост, Положила её на мост. Пусть ворона сопнет. Шла опять через мост. На мосту ворона мокнет. Вот они такие сказки. Нагоедливые значки. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok